Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. New life is my life. Ты такая быстрая, блин. Это я еще от увиденного отхожу. Да, мы на последнем уроке смотрели фильм о родах. Какой? Ну, о родах. У нас сейчас идет пренатальная, дородовая, дородовая забота о ребенке, о женщине в целом. В общем, мы роды смотрели. Знаете, хочется сказать, как говорил папа в простоквашинстве. У меня такой буркот, я бы и не женился, может. Если бы это я кино посмотрела лет 14 назад, я просто не рожала. Не, на самом деле классно, все хорошо, очень все подробно, очень все хорошо показано. Ты в руке бываешь? Ну, я не боюсь, я там не слышал на самом конце. Не, на самом деле хорошо, классно, прошу. Громкость включаю. Говорит, класс, хорошо, прошу, хорошо занимались. Потом мы лекции писали, писали, брошюры сегодня мы свои представляли. У тебя есть брошюры? Нет, ее забрали. Она ее вернет после того, как простали доценку. Потом похвастаемся. Да, мы похвастаемся позже. И потом она сказала, раз уж у нас такая тема говорит, просмотрим видео о родах. И почему я задержалась? Потому что все не рожалось, как ты не рожалась. Ну, в общем, все заражали, смотрели, одновременно пересекалось три семьи, в общем-то, разные. Ну, все же, да, и показали, как они там и на ранних сроках беременности, и уже там… Это специально для… снято кино для учебы или что? Да. Ну, и уже, короче, сам-сам-сам процесс родов мы не досмотрели, потому что уже, короче, все нервно постукивали ногу уже. Ну, знаешь, мало кто-то на работу уходит, все, она сказала, мы с этого начнем наш следующий класс. Родим, трех детей. Так, смысл? Что-то там на смотреть, как надо заботиться. Ну, нет, ну, вообще, в целом, все показывали, рассказывали, рассказывали о важности того, чтобы все время партнер поддерживал. Партнер или, ну, короче, кто-то, кто может давать заботу о женщине, там. Вот до этого мы лекцию писали о том, в чем нуждается женщина, как меняется ее в силу. Ну, в общем, что, опять же, она там концентрировалась на том, что не нужно, типа, чем-то там загоняться, что есть определенный вес, сколько женщина должна набрать, как психологически тяжело. Ну, в общем-то, это было долго, это бурганумно, и списано опять полтетрадь. Ну, какие-то... Что же было веселого? Ну, уроки же у меня начинаются с вуман стадис, с фенинисток моих. И когда... Сегодня мои сапоги пользуюсь популярностью, новые, кстати, сапоги. Я сегодня, когда бежала, ну, не в кампус, а зайти в здание нашего, где у нас этот урок проходит, у меня в спину кто-то что-то, ну, не знаю, говорит. Я думала, блин, не, не мне. Потом заглянуло в лицо девушка говорит, мне так нравятся твои сапоги. Я говорю, да, спасибо. Ну, в общем, все, немножко с ней там переболтали. И я ушла в свой кабинет, там вот, где я собачку сфотографировала. На тоже собачку наезжали. Это где мужская узнала тебя или нет? Я откуда не... Мы не знакомы. Вот. А потом пришли девочки, с которыми я все время сижу рядом на вуман стадии, и тоже начали. О, пьет-пьет, у тебя новые сапоги? Я говорю, да. Как бы, да, выгуливаю. Ну, тоже красная. Красная говорит, типа, а где покупала? Ну, я начала рассказывать, прошу пьёвый этот, да. Ну, в общем, девочки не знают, что это такое. Ну, в общем, мало кто знает. Вообще никто не знает. Ну, они не знают. Потом мы, короче, вправо на покупки перешли, потом на другие какие-то вещи, потом... А потом оказалось, что полпары прошло уже, что они там о чем-то разговаривают, все... На паре болтали и не слышали. Двоечницы. Ну, бывает... Феминист какой-то? Да. Ну, все нормально, все поняли, о чем там происходит. Ну, а потом у меня была физра. Ну, не физра, ну, короче, физра. Здоровье. Угу. Кот, ты уж прости, но сегодня займусь не твоей рекламой. Просто обычно я тебя рекламирую. В общем, сегодня у нас была тема, ну, мы же там все о здоровье, о духовном здоровье, о психологическом. И сегодня было о том, как вот быть в отношениях. Вначале мы много смотрели слайдов, много он рассказывал о том, как поддерживать дружбу, как вот быть хорошим другом, как найти себе друзей. Потом перешли к любовным отношениям, да. Ну, и он тоже любитель, как и все профессора, ну, учителя. Кстати, я посмотрела, он не пишется как профессор, он пишется инструктор. Так что он тренер-инструктор? Может он не профессор, может он просто. Вот. Он начал рассказывать о том, о своей жене. В общем, он с таким лицом рассказывал, да. Не поленитесь, задайте поиск в угол, да. Момент, где девочка в сериале Ворониных говорит, конфета, да. Так вот так вот он рассказывал все 15 или там сколько минут о своей жене. Прям чуть не прослезилось. Он говорит, я стараюсь, я очень много работаю над тем, чтобы наши отношения были счастливыми, здоровыми. У нас есть двое детей. Я понимаю, как для нее важно, типа она тоже, она где-то преподает. Говорит, я понимаю, как для нее важна ее карьера. Я, говорит, стараюсь, типа, говорит, отвлекать их на себя. Вот. И, ну, у него такое выражение лицоброе, я говорю, какой ты у Маши Сохороненных. Можно сказать, конфета, а можно сказать, конфета. Вот он говорит, как конфета. Ну, так это же хорошо. Ну, так я и говорю, занимаюсь рекламой. Еще один мужчина есть в мире. Потом он начал рассказывать, говорит, как он старается поддерживать романтические отношения. Он говорит, я могу, говорит, завести, типа, ей будильник. И на нее там, короче, когда прозвенит будильник, она видит название будильника, типа, я люблю тебя. Можно так делать? Как это он так делать? Я не знаю. Ну, можно так делать. То, что я понимаю, ну, он, во-первых, немножко с акцентом у него такой интересный, да. Ну. А какой он акцент? Какой он акцент? Он и дело в том, что он смешанный филиппинец и крутой парень умный из Нью-Йорка, да. И он очень много по-филиппински пишет. О, у нас двух парней, что ли? Нет, нет. Ты говоришь, смешанный филиппинец и крутой из Нью-Йорка. Мама филиппинка, а папа, он все время папу представляет. А, да, точно. Вы, говорит, типа, вообще что-нибудь слышали? Это для тех, кто не слышал или кто забыл, как я. О умных белых парнях из Уолл-стрита, да. Он такой, говорит, это мой папа, вот так. И, кстати, знаете, что его папа сделал? Он сейчас ушел на пенсию. Короче, он стал работать. Он работал на этом Уолл-стрит. И, как я понимаю, они, как Саша говорит, довольно-таки или достаточно обеспечены. И, в общем, он решил, что он раздает эти деньги. Но наш тренер, на самом деле, сказал, конечно, это идея по себе. Ну, в общем, ни ему, ни его брату ничего не оставляют. Он жертвует на благотворительность в детские космосы. Короче, в Америке это очень популярная тема. Когда родители заработали много денег, ну, возможно, они, конечно, помогают своим детям, но могут оставить их без наследства. Ну, вот он как-то так сказал, как будто им вообще, как бы от папы, помимо воспоминаний, ничего-то и не остается. Ну, так к чему мы? И он так о ней хорошо говорит. Он рассказывает про вот эти вот, что он ей... А когда он сказал, что про записочки утром ей пишет, я говорю, стойте-стойте, мне тоже пишут записочки. Я говорю, я тоже так получаю. Ну, это надо было видеть. У него такое лицо было, да. Вот реально, я говорю, что ты думаешь? Я почему-то вспомнила эту машу. И очень мне было интересно, да. У нас, оказывается, в группе, получается, на данный момент, некоторые люди вообще даже не были в отношениях. Ну, в смысле, не в том плане там, ну, в сексуальных отношениях, они были в таких отношениях, в долгих или в прочных. Из всех кроссовко-носов поднял рука там не... Так, а возраст? Ну, они, получается, лет до 20 и все. Ну, да куда им, какие отношения, зайка? Они только закончили школу. Ну, вообще, ну, знаешь, типа там, ну, я считаю отношения, это даже когда там мальчики, где девочки, где девочки, в школе, где могут быть какие-то отношения. Только один год, и, в общем, они уже закончились эти отношения, у него и не сохранились. У одного? У одного. А у других вообще ничего? Ну, может, стеснялись поднять руку, сказать, что они в какие-то... в каких-то там отношениях состояли. Ну, очень он концентрировал сегодня внимание на том, что над отношениями нужно работать. Что над ними нужно работать вначале, чтобы построить, чтобы получить, грубо говоря, отношения или там брак. И потом, говорит, все время нужно работать. Ну, и он, опять же, все возвращался к себе, к своей семье. И он говорит, каждый свой поступок я продумываю. Говорит, я наперед думаю, какая реакция будет у моей жены. Огорчу я ее этим? Порадую я ее этим? Одобрит она это или не одобрит? Говорит, я все время, говорит, просчитываю наперед. Как она будет к этому относиться? Потому что, говорит, для меня... У нас в отношениях самое главное, конечно, у нее всегда все правильно, а я вечно что-нибудь скосячу. Вот канал завел, не согласовав. А она взяла и поддержала. Потому что я тебя всегда поддерживаю, потому что ты главный, ты и шаг. Ты что делаешь? А теперь вот пошла жуткая лезть, потому что, блин, я не главный. Главная она. Она мне втирает в голову, что типа я главный. А на самом деле головой гудит она. Ну давай. Жди дальше. И он начал этим мальчикам объяснять, что вы должны стараться, говорит, для того, чтобы заиметь партнера, говорит, очень много сил нужно к этому прикладывать. Это нужно, говорит, и давать, говорит, это не только брать. Если ваш партнер дает вам время, значит, вы ему тоже должны свое время уделять. Но он прямо настолько вот как-то, ну по пунктам он пытался объяснить, что нужно быть хорошим слушателем. Говорит, это просто, говорит, в какой-то определенный момент вам нужно закрыть рот и сидеть молча, да, говорит, ну вот с такими ушами и слушать, что она говорит. Это вот как она. Еще один яркий пример. Вот, отстань от меня. Ну если ты такая, что есть? Ну, я говорю, в общем, наши мальчики, я думаю, сегодня вышли подготовленными к жизни. Просто подготовить их, да, чтобы они запомнились. И сегодня возле меня сидел мальчик, который вообще с нами особо не участвовал в красе, да. Ну как же он хорошо рисует. Он весь класс без рука прорисовал. Я косяки бросала. Ну, удобно тоже как-то в открытую смотреть, что он там рисует. Но он рисовал каких-то человечков, воинов, но они очень знатно у них получались. Молодец. Ну, а ты, по-моему, сказала комплимент, вот как тебе сказали. Вот, кстати, об этих вот... Я вот как-то стесняюсь, понимаешь, получается, он сидит там, тихонько рисует, нечего я резать к нему. Я просто хочу сказать, вот эта девушка, которая говорила, Маришите, комплимент, типа, ну, ее сапогам получается, она ее не знает. Мы не знакомы абсолютно. Мы даже лицо ее не видел. Просто когда вот, допустим, я... Это вот я к тому, что вот смотрите, вот американский менталитет, и вот яркий представитель постсоветского пространства. То есть она просто шла и сказала это. Это вот везде, это повсюду, это я вот вам сейчас говорю как есть. Мы не хотим что-то тут рисовать, что здесь очень хорошо или очень плохо. Просто вот серьезно. Это очень часто встречается, когда вот так вот просто на улице тебе или в магазине просто говорят вот какие-то комплименты. И этому мы должны этому учиться, вот. И вот я даже однажды раз кассирше сказал, что у нее браслеты красивые, потому что, ну, это была... Стервец. Афроамериканка она, мы у нее часто покупаем в смарте, я тебе говорил. Она такая высокая, такая крупная женщина, и у нее было очень-очень много браслетов, там и с камушками, и серебряные, я не знаю, может просто это бижутерия. Но их очень много было на руке, и они прямо такие красивые. Я думаю, да, я скажу. Сказал, и все, она улыбается, ей приятно. Вот тебе сказали про сапоги? Ну конечно. Приятно. А чего ты вот не сказала? Сказала, так хорошо рисуешь, дай посмотрите. У меня дочка рисует. А видите, тут включается советский менталитет, рот на замок, вроде и хочется сказать, и язык не поворачивается. Плохо. Ну может... Нет, Сереж, понимаешь, вот смотри, неправда. Когда к людям притираешься, с этим человеком я вообще получается, это второй раз этого кроссовка носа вижу. Но когда мы, допустим, на Круасах Паречи были, где мы уже с большего, через какое-то время, через месяц там, мы перезнакомились, тоже начинаешь более просто общаться. Но девушка, которая тебе в спину говорила, она с тобой не притиралась? Да, да, я согласна. Я сейчас говорю именно об этом, вот о моментальном таком вот раз, бац, и случилось все. Сколько раз тебе про мейкап говорили, когда ты покупки делала? Ну да, ну... Ты стоишь и не ожидаешь ничего, а тебе кассир просто пробивает твои покупки, говорит, у тебя хороший мейкап, все, ты стоишь довольна, у тебя на целый день настроение. Ну получается, мы так не умеем. Так я про это и говорю, что... Вот дай расскажу про брошюры. Давай. В общем, каждый брошюру представляет, даже после того, как показали пример по-своему. Один человек, я не буду, как бы, ну, точно утверждать, кто, да, потому что смысл был такой, брошюры были разложены на столах, им нужно было ходить вокруг класса, делать короткие записки, кто про кого писал, там, допустим, про Фрейда, там, про... Боже мой, кто еще? Эриксона, ну, в общем, вот про разных террористов этих, да. Просто вот лист цветной бумаги вот так вот сложен, и в него скотчем наклеены, типа, квадратики, вот, ну, напечатали и вклеили. Ну, вот такая брошюра. Ну, вот так они себе ее представили. Я просто так загналась, мы с Сережей, ну, я с Сережей, Сережа, помоги мне, я не знаю, как это сделать, чтобы оно складывалось вот так. Ну, ты загналась, во-первых, ты, во-первых, узнала, как выглядит правильно брошюру, читала в гугле это все, потому что ты тоже сразу ее не так представляла. Все-таки как, ну, вот, маленькую книжечку, да. Оказалось, это... Кстати-ка, вот определение вот так находит в интернете как буклет, а она говорила брошюра. Ну, в общем, я говорю, особо так вот он креативно подошел... Так нам же принесли в класс, показали, как она должна выглядеть. Ну, скотчем, Сереж, прям вот скотчем, вот так вот, вот как отрывают... А мы сидели шрифты подбирали. Ну... Выравнивали абзацы, чтобы все было главным. Так интересно, конечно, забавно. Ну, все, вот и день прошел, и... И осталась среда. Или сегодня среда. Сегодня среда. А, так ты уже на выходные. Боже мой, это время так летит. Ну, все, это был такой вот коллежский влог. Про сыпать. Да. И про менталитет. И у нас приближается экзамен по ЧАУДОДОРОПМЕНТ. И нам учительница уже скинула, ну, это называется как гид по экзамену. В общем, разные-разные, допустим, определения, какие-то вопросы. И, ну, ты не знаешь, что тебе попадет. Ну, факт, что она сказала. Вы можете, грубо говоря, дома тупо написать себе. Говорит, я не ограничиваю количество бумаг. Хоть вот столько принесите, да. Говорит, вот, пожалуйста, ну, что вам попадет? Я не знаю. Ну, короче, или так выучишь, или так, пока писать будешь эти шпаргарки, блин, или... Так, что? Ну, я посмотрела очень много, ну, получается, во время лекций записан. Там просто на какие-то другие вопросы нужно подготовиться, которые еще... Ну, которые требуют не такого ответа, ну, что такое определение, допустим, проценты, или что такое там определение расширенная семья. Да, на другие вопросы надо подготовиться, а так практически все у меня в конспекте будет. Ну, ладно. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке». Не лайкайте, мой лайк. И всем хорошего настроения. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok